А, может быть, ему надо вставить скипетр? О-о-о! Ля, пёсик, спасибо! Ты такая булочка, сладюлечка, такая дебулечка! Всем привет! Рада видеть вас на моём канале Тилька Плей. Я Наташа, мы с вами продолжаем играть в Hello Neighbor. Я почитала ваши комментарии, и теперь я знаю, что мне нужно делать, чтобы там продвинуться дальше по сюжету. Вы мне сказали, что вот эти вот буковки, которые я нашла, вот это вот конкретно, у меня была буковка Б. Ну, короче, когда я находила буковку Б, я могла её прилепить с вами на холодильник. Поэтому эти буковки нам с вами очень даже нужны. Где-то тут есть дополнительный проход, чтобы не лезть на вот эту вот фигню. Поэтому давайте где-то вот тут вот среди кустиков, лягушек и прочих штучек пробежим и будем искать тогда с вами буковки. Я так понимаю, что буковки мы с вами найдём, в принципе, плюс-минус, возможно, простовато. Ой. Здесь никого нет. Да тут никого нет! Ты чего, дед? Подожди. Ладно, давайте войдём здесь. Где мы с вами нашли букву первую? Я уже, если честно, я не помню. Нужен нам ещё здесь какой-то ключ. Сейчас будем с вами вспоминать, сейчас будем с вами искать. Только не иди сюда, пожалуйста, браток. Не надо сюда идти, хорошо, молоток? Окей? Окей, так, давайте в дырку, значит. Где наша? Да и дрить твою налево, ну. Ты же раньше умел это делать. В зубах у мишки не чертишки. У дядьки чё там? Ой. Нет, прыгай, прыгай! Всё, а всё, а всё, а раньше надо было, а всё! А меня тут как бы не было, вам показалось. Этого не было, это ваша больная фантазия. А, вот она, буковка Б, кстати. Берём буковку Б. Её нужно прилепить на холодильник. Ещё мне написали, что ещё одна буковка... А его заново не надо нажимать? Что ещё одна буковка лежит где-то наверху на крыше. Да и дрить твою налево, ну. Давай, залази, брат. Брат, братишка, отдущий в души, ну. Слушай. Вот, где-то вот здесь на красках... Да, действительно, смотрите, буковка С. Итого у меня же две буквы. Которые теперь, разумеется, нужно как-то присунуть. Желательно присунуть это всё так, чтобы меня там с вами не отымели потом. Давайте зайдём с вами вот здесь. Свалимся где-то вот тут. И потихонечку... Да твою ж налево, ты заколебёшь. Как ты так слышишь-то меня? Я вроде бы на картах хожу. Нет, он меня слышит. А я под этот стол могу залезть? Нет, не могу, кстати. Где он? Давайте, я иду. Так, мне нужно найти ещё... Ф. Б. Такс. А где же нам найти ещё одну буковку? Давайте подумаем, где может быть ещё одна буковка. Так, я чуть за кадром почесалась. Я вспомнила, вы мне писали, что надо идти в туалет. И в туалете там... Не надо. Не надо, дядя. Что ты, не можешь прыгнуть, что ли? Тихонько. Надо пойти сходить покакать. Где тут туалет? Я так думаю, что может туалет-то вот эта вот дверь? Да, вот. И вот тут, сказали, под крышкой лежит последняя буковка. Сейчас мы эту с вами последнюю буковку засунем. И у нас, наверное, что-то произойдёт. Ага. Мы добыли с вами рога. А кто помнит, куда они... Я надеюсь, он меня не заметил. Я надеюсь, он меня не заметил. Эти рога, по-моему, вставлялись то ли наверху, то ли где-то внизу. Ну, короче, точно помню, что они где-то у нас вставлялись. Вот они. Вот они, эти рога. Опа. Ещё один кусочек карты. Четвёртый, получается. Да подожди! В смысле? Стой! Стой! Подожди, не стреляй, дурачок! Подожди! Ёшки-матрёшки, да ты достанешь святые кочерёшки, ну? Вообще, ну я, конечно, понимаю, что я вломилась в твою жизнь. Свалилась себе, как снег на голову. Но это не знаю! Быстрее вылази! Вылази, брат! Какой же ты конченый! Какой же ты конченый! Так, ладно, раз этот говнюк нас словил, мы как бы не опускаем свои ручки. Главное, что мы вставили все буквы. Вот. Давайте возьмём с вами ножницы. Я там пока пробегала, а по второму этажу кое-что заметила. Но я с вами очень невнимательная, поэтому... Запрыгивай! Ёшкины матрёшки, ну чего ты не запрыгнул-то? Идите, пожалуйста, отсюда нахрен, дедюль. Дедюль, пойдёмте за дедюлькой. Пойдёмте за дедюль... Он же меня не видит тут так? Дед! Дед, иди займись чем-нибудь интересным. Блин, какие же они все такие вот живые, да? Знает, что, зачем, зачем и почему делать. И вот они это делают. Он что, где? Он спит или не спит? Где он? Он ушёл. Хорошо. Значит, смотрите, вот тут вот на кровати можно чикнуть. И что тут у нас? О, ключ! Я даже знаю, от чего у нас ключ, ребят. Я даже догадываюсь, что этот ключ... ...у нас наверняка от вот этой вот штучки. И здесь что-то лежит. Скорее всего, последний достающий кусочек карты. Да, восемь. Ну, видишь, как хорошо. Какие мы с тобой молодцы. Мы собрали всю с вами карту. Да, и, Дришкин, запрыгивай. Брат, где наш... Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, да? Аккуратненько, чтобы он сюда не зашёл. На корточках. Или я не на корточках? Не, я уже на корточках. А где он, кстати? Охотник! Ты где? Спишь? Ешь? Нормально. Сейчас всё с вами сделаем. И у нас с вами получается карта. Я её предлагаю сейчас зафотографировать. Я так понимаю, это те места, где мы должны найти пароль от того сейфа, который у нас есть. Всё. Теперь предлагаю нам выбраться с вами на эту самую. На крышу. Чтобы на крыше мы с вами смогли поделать всё своё дело. Чё он там кричит? Я же прям как-то не по себе, что он там что-то кричит. Братишка, а чё ты кричишь? А где он, кстати? Братишка. Нам нужно выбраться наружу здесь, забрать лопату. Потому что я так думаю, что мы сейчас будем с тобой копать. Мы с тобой копать или онлайн почти что. Ну или... Назвайте как хотите. Так, вылазим, значит, на крышу. Не, мне очень нравится то, что предметы теперь не в разных местах спавнятся. И ты теперь наверняка знаешь, что... Вот если тебе нужно... Ёб твою мать, лопата, стой! Так перестань, что ты делаешь? Что с тобой, брат? Ну куда ж ты идти же твои посадки? Уже стемнело, понимаешь? Пока мы вот это вот всё с тобой делали. Пока мы там вот это вот с тобой прыгали. Не видишь, что это самое. Время-то уже позднее наступило. Лопатка. Лопатка у нас вот тут. Берём лопатку. Всё, открываем с вами фотографию. И пытаемся понять, значит, что это значит. Во-первых, давайте спускаемся. В смысле? Как ты меня... Ты где вообще? А, вон он. Первое это рядом с домом. Четвёртое прямо на берегу. Давайте с вами побегаем по бережку. Посмотрим, что там на бережку. А, скорее всего мы и раскопали вот это вот под ёлкой. Вот, под ёлкой был у нас вроде бы как сундук. Да, ага, в смысле? Ничего себе ты придумал. А, здорово ты это придумал. А ты не хочешь пойти в дом? Пожалуйста. Короче, ладно, давайте искать. Я не уверена, что я сейчас смогу по карте понять. Потому что у меня топографический кретинизм. Так что, ребят, держитесь. Держитесь, надейтесь, что я найду это просто так вот, бегая вот по этому всему. По побережью, по бережку и что-нибудь найду. Но вот смотри, под ёлкой у нас с вами было вот это. По бережку, если мы бежим. По бережку давайте вот так вот побежим с вами. Ну, я пока, если честно, ничего тут не вижу на бережку. Такое ощущение, что нас с тобой здесь кинули. Может быть, надо как-то вот эту штуку открыть? Да не, не думаю, что надо открывать как-то трансформатор. Не думаю, что в этом есть смысл. А вот это вот никак не открывается? Мне кажется, там может что-то быть. Ладно, давайте пойдём к тому, что более-менее понятно. На мосту цифра 8. Ой, извините, я пойду в другую сторону, пожалуй. Эта штука не открылась. Я, по-моему, устал. Выдохся немножко. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Вот, мы идём сюда, и здесь где-то цифра 8. И как выглядит эта цифра 8? Интересно. Очень интересно. Что бы это значило, но мы не знаем, что это значит. Очень странно как-то. Нет, ну вот он дом. Цифра 1 около электропередачи. Ну, допустим. Ёлку, вот, это цифра... А, это клад. Цифра 6 где-то вот тут на берегу. Я пытаюсь понять. От ёлки, значит, надо идти вот так вот в край берега. И где-то здесь... Скажите, пожалуйста, что я ищу? Потому что я... Я искренне не понимаю, что я пытаюсь найти. Или мне надо просто это ввести? А, да, блин. Вот я тупая. Мне не надо ничего раскапывать. Это уже комбинация. То есть, смотри. А, синяя это 8. Вот я глупая. Фиолетовая это 0. Блин, какая же она медленная. 0. Это 1. Уже меня не увидит. Так, 6, 6, 4... А, 4. Господи. Ключ. Мы нашли с вами ещё один ключ. Охота за сокровищами получена у нас достижение с вами. А куда этот ключ применить? Ну, я думаю, что тоже где-то в доме у этого чувачка, правильно? Только где? Подождите, я выйду. Дайте подумать. Вот это мы с вами открыли. А где ещё у него что-то можно было открыть? Мне кажется, у него больше ничего нельзя было открыть. Слушайте, я, наверное, думаю, что с этим ключом нам надо бежать туда. К нашему любимому соседу. Пососедить с ним и всякое такое. Пообщаться, увидаться. Он же нас давно не видел. Поэтому бежим к нему в музей. Я так понимаю, что мы подоткрыли новую главу. И сейчас пойдём в дом к вот этому дядечке. Нам нужно открыть с вами какую-то дверь этим ключом. Сейчас будем с вами разбираться, что это за дверь. А что такая музыка страшная стала? Мне не нравится эта музыка какая-то. Она слишком... Слишком сказочная. Слишком какая-то пугающая. А вот наш этот музей. Там, по-моему, кустики проросли. По-моему, этого не было. Зачем они проросли? Странные какие-то. До этого там реально такого не было. Значит, что? Ключ. Куда сунуть этот ключ? Вот в чём вопрос. Давайте пока что с вами сделаем вот что. Мы сейчас с вами сходим вот сюда. Посмотрим, что у нас здесь. Мы можем здесь с вами открыть проход в очередной раз. Может быть, здесь есть какой-то ключ? Нету здесь ключа. Давайте берём кроубар. Сейчас сразу себе здесь придумаем проход. А где сосед? Кстати, меня беспокоит, что нет соседа. А где он? Ладно, я беру ключ. Это ключ от библиотеки. Библиотека. Всё, мы нашли с вами библиотеку. Что у нас тут в библиотеке? В библиотеке у нас отсылка на новенького. На новенького кого-то готовенького. Теперь мы можем сюда проходить с вами. Не надо, здесь никого нет. Вам показалось. Как он меня заметил вообще? Мне кажется, вообще тут была незаметная. А, он, наверное, услышал звук. Но вроде бы ушёл. Что это вот это вот за крутилка? Она наверняка что-то значит. Но мы пока не знаем, что она значит. Давайте смотреть. У нас есть какая-то птичка. Не надо, я под столом. Я не я и лошадь не моя. Не надо. Меня здесь не было, вам показалось. Идите. Валите. Так. А, это от его Роллс-Ройса. Всё, я поняла. Это надо поставить на Роллс-Ройс. А в часах какая-то подсказка. Хорошо. Слушайте, а я могу, знаете, что сделать? Не надо. Эй, а в смысле ты меня поймал? А в смысле ты меня поймал? Вот какашка. Ты видал, что сделал? Вот мистер говняшкин, а. Ты погляди, что делает падла сутулая. А где птица теперь? Куда ты дел птицу? Или птица у нас теперь лежит здесь? А где ж птица-то? Куда ты её дел? А я знала, что так будет. Смотри-ка. Дай-ка я, знаешь, что проверю. Я проверю, хватит ли, например, веса лопаты. Нет, веса лопаты не хватает. Так. Господа. Куда он дел теперь эту птичку? А, вот она. А что я её не заметила? Ладно, пойдёмте с вами в подвал. Пойдёмте в подвал. Сделаем. Баляха, ну не застревай, пожалуйста, ну. Мы же хотим всё-таки пожить-пожить. Так, прячемся, потому что он сейчас сюда придёт. Мы очень сильно нашумели. А раз мы нашумели, надо посидеть. Я не знаю, что произойдёт, когда мы поставим вот эту вот птичку. Может быть, откроется гараж, и это будет чудесно, если он так сделает, на самом деле. А ещё нам нужно что-то тяжёлое реально поставить. Надо будет всё-таки сбегать за гирей. Как мы с вами изначально и планировали. Чтобы забрать шестерёнку для каких-то там часов. О! Ещё одна шестерёнка. Итого у нас уже две шестерёнки. Осталось забрать последнюю шестерёнку. Для того, чтобы это сделать, мы пойдём с вами в наш первый дом. Да, спокойно, угомонись. И в самом первом доме мы с вами уже, разумеется, возьмём этот. Тут нельзя выйти, что ли? Серьёзно? Так, возьму пока ножницы, чтобы они меня не отвлекали. Короче, возьмём гирю. Она лежит там на шкафу. Я вам ещё в прошлый раз говорила, что нужно принести эту гирю. Поэтому бежим. Сейчас быстренько всё с вами сделаем. Всё будет красиво по высшему разряду. А потом, видимо, мы пойдём к дядьке. Как чётко я решила головоломку с этим пальчиком указывающим. Я такая думаю, что он ещё стоит такой указывает мне? Наверняка крестик здесь непросто. А потом такая, а, его можно останавливать, глобус. Видишь, как просто. На изи развели. Но в этом доме никого нет, так что можно не бояться. Это, конечно, тупо. Я уже об этом говорила своей мюсли. Своей мюсли. Вот сюда, да, по-моему? Да, вот она стоит. Вот она стоит, моя тяжёленькая. Моя тяжёленькая штучка. Теперь нужно вернуться назад. Возвращаемся. Теперь у нас в руках есть гиря. Блин, главное, чтобы он у меня не отобрал вот эти шестерни. Потому что опять потом их бегать собирать. Но это такое себе. Я бы уже их засунула от греха подальше и уже забыла. Потому что так гораздо проще. Засунул и забыл. Кстати, не помню или нет, говорила вам или нет. Но поддерживайте видео лайком. Мне будет приятно. Спасибо. Спасибо. А я бегу, такая по Москве. Бегу к тебе. Ого, меня там ждут уже, кажется. Меня, кажется, уже ожидают, господа. Может быть, не стоит? Может быть, не надо меня ждать? Ну, зачем? Ага. Теперь остается найти те самые часы. Вот где эти часы стоят? Как думаете? Надо подумать, где находятся часы. Я, если честно, их не видела нигде. Я не малейшего понятия, где они. Но мы их сейчас с вами найдем. А, вот часы какие-то. Желтая. Синяя. И зеленая. Наверное, что-то открылось. Где-то. А время? Одиннадцать. Или десять. Десять тридцать пять. Ладно, давайте посмотрим. А, все, поняла. Не, меня здесь нет. Уходи. Да в смысле? Ты погляди. Он меня то достает, там то не достает. Вот. Ля какой. А можно я выкину лопату? Она мне не нужна, в принципе. Десять тридцать пять. Может, одиннадцать тридцать пять. У меня есть фотоаппарат. Ей, мы добыли фотоаппарат. Улыбочку. Какие-то флэшбэки с вами вернулись. Мы теперь за ребенка будем играть или что? О. Как-то зловеще. Так, я вижу у птицы во рту какой-то ключ. Или монетка. Что это такое? Яблочко какое-то. В украинном бульоне. Еще яблочко. И еще яблочко. Слушай, да я так озолочусь, если ты будешь на меня монеты так сыпать. Кажется, она очень сильно хочет улететь. И у нее получилось это сделать? Древнее проклятие получено достижение. Ну, я так понимаю, что наша цель теперь вот этот чудесный мужчина. Он вернулся там из своих каких-то там приключений. Поэтому, господа, вперед из песни к нашему соседу. Кстати, мне еще писали то, что вот собачку можно отвлекать вроде бы как пончиками. Если у этой бабы есть пончики, то собаку вообще не состоит труда никак отвлечь. Поэтому давайте, если у нее есть, стымзим у нее пончик и попробуем кинуть собаке. А у нее реально есть пончики, смотри-ка. А их не... Я... Подожди, я хотела забрать... А почему? Короче, не дает мне забирать пончики, прикинь. Вот она коза какая. А оставила меня без пончиков, представляешь? Ужасы, ужасы на виражах. Ну как так вообще возможно? Я хотела пончик для пёси, а может быть пёси нет? Может пёси умер? О, нас тут сразу встречает лопата. Возможно, ее стоит взять. Может быть, нам нужно что-то раскопать, какие-нибудь... Ага. Понял. Ну, без еды я точно сейчас ничего лопатой этой не сделаю, поэтому... Сначала нужно придумать, чем накормить пёсика. Ой, так интересно смотреть, как тут, да, пообновлялось все. Вот этого не было, например. Сейчас пробежим с вами по заднему двору, глянем, что тут у нас. Интересно же посмотреть. Двери не открываются. О, электрокамин. Извините. Извините, извините. Простите. Мы не хотели. Ага. Вот сразу, кстати, кухонька. Что жрёт собака у вас, мужчина? Что, как ты меня... Да как ты меня заметил, мафиозник ты недоделанный? Я ж тут буквально это, на карточках. Берём огнетушитель, я знаю, что нужно делать. Нужно, кажется, потушить огонь, пламя, безумие. Откроем себе сразу дверь в ванную, чтобы, если что, заскочить, проскочить, полазать. Вот. Смотри, тут что-то оно делает. Что это у тебя тут кораблик? Я забрала твой кораблик, пёс. Теперь твой кораблик... Да ты посмотри, какой он конченый. Какой же ты какашка. Я не могу. Можно я потушу? А, вот. Пёсик! Пёсик! Пёсик, говноносик! А, пёсик? Смотри, что у доброй тётки есть, а? А куда мы лопату с тобой дели, я не понял. А, вот лопата. Всё, пёсик, смотри. У меня для тебя есть первоклассный стейк. На. Мы с тобой теперь... Что такое? Что это за скипетр? Хорошо, у меня теперь и скипетр, и пёсик-дружочек. А вот это, думаю, нам не надо больше. А вот это, думаю, нам больше не надо пока что. Значит, у нас есть скипетр и миска для пёси. А, может быть, ему надо вставить скипетр? О, ля, пёсик, спасибо. Ты такая булочка, сладюлечка, такая ты булечка. И пошёл такой деловой. Показал мне главное, что мне нужен кубок. Священный Грааль на минуточку. Ну, ладно, предлагаю пока на этой нотке закончить таким с прекрасным кадром. А в следующей серии продолжим проникать в суть всего, что тут как бы есть. И доминировать всех и каждого. Не забывайте подписываться на каналчик, поддерживайте лайком. А мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok